Мы часто судим людей по их внешности, которая, как известно, бывает обманчивой. Стереотипы порой не позволяют нам адекватно оценить внутренние качества или способности человека, что нередко становится огромной ошибкой. Если нас спросят, как выглядит танцор, то мы сразу представим стройного молодого мужчину с отличной пластикой. Именно таким видится представитель этой профессии простому обывателю. Но жизнь намного сложнее и многообразнее, чем нам кажется. И пример Джона Линдо убедительно доказывает правдивость этого утверждения. Мужчина профессионально занимается танцами уже 30 лет. Джон изучает это искусство с 1992 года, за это время достигнув отличных результатов. Он участвовал в нескольких престижных соревнованиях, в том числе в открытом чемпионате США. Джон действительно отличный танцор, хотя те, кто видят Линдо впервые, просто не могут поверить в это. Напрашивается логичный вопрос, что во внешности американца мешает нам воспринимать его как человека, способного грациозно порхать по паркету и делать физически сложные движения. Ответ прост. Всё дело в том, что Джон выглядит совсем не так, как стереотипный танцор. У американца крупное телосложение и очень высокий рост. При этом Джон весит намного больше, чем обычные танцоры. Он действительно выглядит, как настоящий медведь. Джон очень большой, крупный и сильный. Согласитесь, это не совсем те качества, которые, как нам кажется, должны быть у танцора. Но как только американец выходит на танцпол, он просто преображается. У людей захватывает дыхание от грациозности и профессионализма Джона. Он действительно великолепно танцует, сильно удивляя зрителей, не ожидающих такого отличного исполнения от столь грузного мужчины. В сети стало популярным видео, на котором снято выступление Линдо и его партнёши Стефани на соревнованиях по свингу ещё более 10 лет назад. Как вспоминает Джон, люди посмеивались над ним из-за его лишнего веса. Он даже слышал за своей спиной оскорбления. Зрители и конкурсанты, совершенно не стесняясь ранить человека, называли его толстяком. Но Джон знал, что всё изменится, когда он начнёт танцевать. Так и произошло. Мужчина со своей партнёршей выступил просто великолепно, просто покорив публику мастерством, а ещё страстью и грацией. Сначала публика скептически отнеслась к конкурсантам, но к концу выступления им аплодировали стоя. Джон даже не смог сдержать слёз радости от всего, что происходило на танцполе и в зрительном зале. Линдо сумел заткнуть рты всем хейтерам, доказать, что оценивать умение человека по его внешности – очень опрометчивый и неправильный шаг. Громоздкий Джон сумел завоевать победу в том выступлении, а ещё вдохновить людей с лишним весом, перестать стесняться своего тела, двигаться вперёд к достижению целей, несмотря на насмешки и оскорбления. Не стоит навешивать на человека ярлыки. Нужно дать возможность каждому проявить себя до того, как начнут действовать стереотипные установки в нашей голове. Внешность редко характеризует то, что внутри, поэтому давайте учиться воспринимать окружающих по их поступкам и умениям, а не чертам лица и стройности тела. У меня всё, друзья. Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!